Всем привет, на связи Рокки. Ну, как вы знаете, это детский мультфильм, созданный логично, что для детей. Ну, в этом, конечно же, нет ничего плохого. Ну, и думаете, что-то кто-то будет стоять в сторонке, когда видит, что ЧП-то просто очень популярный. До сих пор у него сейчас 9 сезонов, будет 10, вторая часть ЧП в кино, спин-оффы, игры и так далее. Конечно же, нет. И, конечно же, любимый наш создатель детского контента, этого не прости. Хайпом еще ничего патруля и снимать детский контент с его участием. Что этой темой будет наше сегодняшнее видео. Это убогий детский контент поощрению патрулю. Так что, я думаю, вам уже интересно, приготавливайтесь, ведь мы начинаем. А теперь начало этого видео советую подписаться на канал Честь2022. Он снимает, значит, эдиты по щенячьему патрулю. Это, кстати, довольно-таки новенький канал. 10 дней назад было первое видео. А сейчас довольно-таки интересный комикс. Демоны в деле по, это можно сказать, продолжение комикса Уриэн Фортона «Спасти мир». Так что у него довольно-таки интересные видео, ну, комиксы. Ну, эдиты уже этому кому-то нравится. Эдиты, я их не особо люблю, но они очень популярны. Так что посмотрите. Если вы любите эти, там, вот комиксы, вот точно советую. Так что ссылка на этот канал будет в описании. Помидите ему поднять подписчиков хотя бы 10, потом еще больше, больше, больше. Так что ссылка на этот канал будет в описании. Вы не считаете каким-то идиотом, но я не считаю детский контент каким-то ужасной вещью, которую вообще нельзя смотреть детям. Мне кажется, это нормальная вещь, только если ее правильно преподают. Так что, и я даже смотрел детский контент. Мне кажется, один из моих вообще любимых детских контентов. Детский контент. Хорошо, вот этот, не знаю, как это можно назвать. Детских каналов. Это, тем более, кстати, первый мой ютуб-канал. Мой ютуб-канал, то есть ютуб-канал, которым я заинтересовался ютубом. То есть первый вообще канал, который я посмотрел на ютубе, прикиньте. И благодаря этому каналу сейчас видео снимаю. Короче, это канал Кока. Кокотюб. И Кокоплей. Но сейчас вы все увидите. Да, это тот самый канал Кокотюб. Не знаю, напишите в комментариях, кто-то его раньше смотрел. Это, можно сказать, не знаю, какие-то лего-мультики. И довольно-таки сделано реально круто. То есть это потому что, сами представьте, как это долго делать. Что типа, ну, белька вот так вот поворачивать руки и так далее. Он также снимал еще и обзоры там. И даже тот самый щепэ вот снимал. То есть к чему я это все клоню? Что дециктент не может быть плохим. То есть, я не знаю, хотя может это не сам Кока делает. Но все равно это очень круто. И также у него, кстати, есть еще и канал с играми. Но дело не в этом. И почему опять же я сказал об этом? То есть покажу, что дециктент реально есть нормальный канал. И кому интересно, можете найти этот канал и посмотреть. Может ссылку на него оставлю. То есть. Короче, у него неплохие видосы. Это не реклама, я вот сразу говорю. Нет, Роман сейчас видосы не снимает. Но есть тот, который просто максимально и максимально тупой. То есть какие-то непонятные видео с названиями. Будто, то есть просто, будто название каких-то. Просто она рандомно писала что-то. И все. И это будто как название. Какие-то превью одинаковые. И какими-то персонажами хайповыми. Вот это вот называть детский контент. Это же то, что даже не для детей было сделано. То есть. Это вот та же самая игра в кальмар, к примеру. И это просто делают все ради денег. Это 100% на подписчикам. Всем просто плевать. И таких, можно сказать, видосов есть несколько типов. Это первый. Майнкрафт детский контент. По любимому всеми Майнкрафту. Второе. По GTA 5. И третье. Ну, есть еще четвертое, но мы не будем здесь. Третье, это какие-то просто фильмы, не знаю, всяко-всячно. Ну, вот так сказать. И в этом видео я хочу об этом всем рассказать. И начнем мы, ребята, с Майнкрафта. А эти почему с Майнкрафта? А потому что... Майнкрафт! Это моя жизнь! Майнкрафт! Мы советуем, ребята, видео. Какое же просто дичайшее видео. Вы просто не представляете. Это How to play as power to the rider in Minecraft. Гениальное видео. И сейчас мы посмотрим, что в нем. Видос начиняется, где райдер просыпается. И он видит, где там бегают щенки. И он показывает, ребята, смотрите, кто я райдер. И забирает лаву. Потом еще, еще. Зачем-то лопату спускается. И это, кстати, база щенков. Вообще-то, на самом деле, сделана так уж и плохо. И зачем это бежит за ними? И... Что же? Зачем он копает ловушку? Он хочет приманить косточками и выкидывает их... Что? И они падают туда. Что? Что за ужас тут творится? И, кстати, да. И зачем-то их закрывает потом лавой. Какой-то бред, а не видео. И... И смотрите, гениальное звуковое сопровождение. Все, он просто использует совершенно рандомные звуки из мемов. И это... Это просто, ребята, гениально. Я еще не знаю, как это можно по-другому назвать. Используют звуки из мемов. То есть... Даже самому ничего не говорите. Одно и то же. Бубните. Это просто так человек, который это смотрит, может легко с ума сойти. Ладно. В чем смысл этих видосов? У меня тот же самый вопрос. Это просто самые обычные мини-скетчи. Пацана просто, который играет в Майнкрафт. Только это со скидом райдера почему-то. А тут даже у него уже не скин райдера. И его троллят щенки. Типа, что? И это все видосы? То есть, это... Вот это вот все и зачем? И почему они его тролят? Почему это происходит? Я не понимаю. Какой-то... Появляется какое-то внезапное появление. Нубика. И... И... Все. Это просто весь смысл данного прекрасного видео. Не знаю. Если хотите, можете посмотреть полностью. Я не буду, наверное, рассказывать, какая тича в этом видосе происходит. Потому что... Ну, смысла в этом нету. Потому что... Просто... Бывает, что он где-то идиот просто выживает и видит каких-то щенков. Они бегут. И его убивают. И все. 10 из 10. Я похлопаю. Кому это вообще надо смотреть? А самое, ребят, обидное, что у него каждое такое тупое видео. Вот... Вот... Каждое у него такое видео. Я не понимаю. Он даже с самого начала так начал. Что? Зачем они это делают? Такой тупой канал я не могу. Кстати, на самом деле, я вам сразу скажу. Когда я... Начинал смотреть это видео, я думал, что будет все намного хуже. Ну, слава богу, что это все... Ну, то есть, намного хуже, я думал. Но... На самом деле, не так уж и плохо. Нет, это все равно ужасно. Но... Не очень ужасно. Короче... Это просто... Ну, вы не думаете, что это хвалю. Это все равно полный бред. А сейчас мы приходим к другому, второму Minecraft видосу. А это, ребята, видос... Это отдельный вид искусства. Мне кажется, он со слышу от какого-то Оскара. Хоть он вышел уже два года назад, довольно-таки давно, но... Ну, в чем смысл? Давайте посмотрим это замечательное видео. Кажется, что ты да найдешь. О, задница свиньи. Отлично, отлично. Стоп, это же... Это же база из щенячьего патруля. Я ее узнаю. Это... Это база из щенячьего патруля. Так, ладно. Дед, стой. Стоп, там... Там клоуны злые. Там злые клоуны. Они преградили мне путь. Смотрите, я актер, я умею говорить. Вау! И, короче, пацан просто пришел и увидел, что на него нападают клоуны. Один из которых Пеннивайз. Это просто, типа, клоун, только фото его. К нему это в голову пришло. Где он вообще этот тупой мод нашел? Или он его сам сделал? И использует оружие из одного классного цифрического мода. Топчик. Вообще топовый видос. Ничего подобное. И потом видит щенячьего патруля. Базу щенячьего патруля встречает. Радор говорит. Эй, чувак, слушай, помоги нам. Потом он собирает всех щенков. И начинается у них эпичная заруба в цирке. Чтобы остановить злой цирк. Пошла. Так, все. Сейчас патроны еще зарядим. Так, 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 так. Сейчас будет бомбардировка. Есть, замочил, замочил. Так, здесь щенки, правда, были. Надо по ним не попасть. Ой, уй, я сам себя, по-моему, взорвал. Так, и все идем на главного клоуна, на главного клоуна. Вот он какой злющий. Так, проклятый. Ребят, мне кажется, это довольно-таки не эпичный, да? Давай я тебе добавлю немножечко эпика. И после победы над нашим суперопасным и жестким врагом, наш Вася333456, давайте его так будем называть, идет посмотреть, все ли живы. И что же, интрига. Вдруг кто-то умер. И фух, все живы, всех выжили. Ура! Ну, потом Райда говорит, типа, блин, извини, мне как-то лень от все разбираться. Там есть еще какие-то лаки-блоки, нужно их сейчас помать. А то эти чуваки опять появятся. Третье, что этот чувак сказал. Так. Страшно, страшно, страшно. Очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Здесь их не очень много. Видать, клоуны. Они их выкакивают, что ли, я не знаю. Выкакивают блоки. Как-то этого можно было додуматься. Какой... Ладно, я думаю, на этом все. Это, ну, то есть, обзор этого видоса, ну, так заканчивают. Даже их не голома до конца. Короче, топовый герой. И мой самый любимый Вася. А теперь давайте переходим уже к щенячьей патруле в GTA V. И наша цель сейчас будет подпределиться в этой щенячьей патруль. Райдеру с второго погоню от полиции. И что-то там, да, ну, в GTA V, наверное. Давайте посмотрим этот шедевр. То успей поставить лайк за 5 секунд на это видео. Посмотрим, насколько крутая у тебя реакция. Давай, 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 ставь лайк. Успели поставить лайк? Спасибо вам большое. Вы крутые. Сегодня мы поиграем за райдера и щенячьего патруля. И проверим, насколько же хорошая полиция в GTA V, друзья. Ну что, давайте поедем. В гаражике уже стоит квадроцикл райдера. Садимся, друзья. Ну что, давайте в путь. Погнали. Ой, райдер, а что с тобой такое? Какой ревет гениальный. Это типа, ну стопите, петь лайк за 5 секунд, ребят. Если вы не поставите, то к вам домой придет слендер. И вам не поздоровится. Обожаю такие байты на лайки, ребята. Слушайте, а может мне тоже так сделать? А мне кажется, гениальная идея. Только так с подписками. Топовая идея. Начинающие ютуберы, берите все вот это вот рабочие темы. И в смысл этого видоса просто этот чувак ездит, играет за райдера и убегает от полиции. Даже щенчего патруля, ничего нет. То есть просто главного героя заменили на райдера и добавили его квадроцикл. Тем более, вот и то он не его квадроцикл, а этот другой какой-то левый, синий. Гениальный мод. То есть даже толком ничего не добавили. Просто убегает от полиции, уничтожает ее. И все, не в этом ее смысл этого видоса. Нет, правда. Он не просто ничего такого не делает. Потому что этот видос сделан больше по приколу на самом-то деле. То есть не видно, что это про какой-то детский контент. Потому что GTA 5 это даже, е-мое, не детская игра. Но все равно детский контент по GTA 5 делают, кстати. Только я там слово, интересно, за это видео сказал. Это может делать не так уж и плохо, так что... Да, да. Ну, этот видос, в принципе, не самый ужасный, что я смотрел. Он, может, даже самый лучший из этих. Знаете почему? Потому что, в принципе, ну, он очень скучный, но он не бредовый. То есть просто чувак ездит от полиции и все, он просто скучный. Так что, ладно. А теперь давайте, да, быстро-то я обозрел. Потому что, в принципе, тут нечего было обозревать. То же самое, что и в первом. А вот четвертое, это уже точно отдельный вид искусства. О, боже. Поготавливать здесь это максимально долбанское и тупое видео. Он успел поджимать о нароумнисти. Marshall Safe, Mr. Porter, Funny Carton Animations. Полный набор слов будто. Так что, погнали, что ли. Да, то, что вы видели, это полный поехал. То есть прибегает райдер, прибегает, значит, там, Айкзилда у нас там неприятности и так далее. И там райдер выбирает маршала. И он выбирает, как его спасти, как в Даши-путешественнице. И клубнику вот так вот нам приближают, значит. И он так спасает Mr. Porter. И причем здесь мегасилы. Интересно, если они ему вообще здесь, блин, не сдались. Можно без этого сделать. Вот это ссылка на одну серию. И почему-то он, значит, потом спасает Mr. Porter. Он почему-то становится в шляпе повара. Уходит. Приходит кейчев. Эээ, что-то там говорит вот так вот. И потом маршал завонял. Почему? Зачем? Ну, стоп, из-под контроля, что все любит маршал, что он воняет, и он уезжает куда-то вроде. И они хотят его вернуть, подаря ему торт. И он возвращается в бухту приключений. И это, ребята, какой-то арт-хаус, честно говоря. Не, серьезно, какая-то дичь тут происходит. Просто... Происходит какая-то дичь. Я ничего не понимаю, почему это, зачем? Тут просто... Ээээ... Хоть просто я что-то умное назабыл. Короче, тут причина сеть, что моя связь просто рушится. И происходит какая-то дичь. Это полный арт-хаус. Я в шоке Это, наверное, самый тупой видос Который мы посмотрели на сегодня Так что, ладно Я думаю, сейчас пора заканчивать И что же мы усадимся под завершение Эти видео нет никаких полезных вещей И полезных функций Особенно видосы с Майнкрафтом То есть там даже ничего не учат Хотя нет, это тоже какой-то бредо вархаус был И если у вас там есть какой-то младший брат Ну просто не смотрите Это ни вы, ни младший брат Никому не давать это смотреть Сутью с ума, наверное, а также Может даже быстрее, чем с ума, если будете смотреть ТикТок Это просто полный ужас И бред И вообще я решил, кстати, сделать, наверное, новую рубрику Типа давай поболтаем Как-то так будет называться Мы будем говорить о каких-то вещах Может в будущем будет еще вторая часть детского контента Потому что это не весь бред, который я вам показал Такого просто уйма И не только в ЩП, конечно же И игры в Калимары, и ФНАФ, и Балди И попе-плейтаймы И все что угодно Все сейчас на хайпе Все есть такое Удивительно, что стрей не было, кстати Так что вот Я думаю, на этом все Как в одной детском контенте Напишите в комментариях Думаю, все будут относиться отрицательно Кто-то нейтрально, кто-то отрицательно Кто-то положительно Я скажу, отношусь нейтрально Я-то уже говорил Ну, кажется, это положительно, а то нейтрально Но Ну, смотри, какое на самом-то деле Ну ладно, скорее всего нейтрально Так что я думаю, на этом все, ребята Какой химилион Так что Всем удачи Всем пока Ждите моих следующих видео И Всем пока А у меня, кстати, появилась одна сейчас гениальная идея Ладно, короче Всем пока Всем привет С вами я Мубик в Майнкрафте И сегодня Я бы хотел узнать Что будет, если позвонить Гонщику в 3 часа ночи Убьет он тебя или нет Давайте прямо сейчас это проверим Спасибо, что за... А! Б...